Вот такая вот рожечка попалась на очень плавный тряс, который мне позволил задавать вот этот вот карбоновый кивок, о котором я в этом видео вам сегодня расскажу. Сторожок этот очень интересный, в его изготовлении есть один небольшой секрет, который позволяет этот сторожок применять при использовании разных мормышек. То есть может быть это будет вот такой маленький бананчик, весом примерно 0,35 грамма, либо это будет чертик на 0,8 грамма. Конструкция этого сторожка позволяет одинаково хорошо анимировать как малый, так и большой вес. Сам секрет этого сторожка кроется в его трехконусности. Но обо всем об этом я вам расскажу по порядку. По мере изготовления данного сторожка. Перед тем, как мы начнем смотреть, какие инструменты, материалы нам понадобятся, я бы еще хотел отметить одну интересную особенность данного сторожка. Значит, этот сторожок очень хорошо работает в кубе с вот таким вот удильником. Значит, этот удильник мы еще с вами сделаем. Но хитрость заключается в том, что сторожок в данном случае является продолжением шестика. То есть, когда вы будете вытачивать свой сторожок, то в идеале у вас уже должен быть готов удильник. Точнее, хотя бы не удильник, а хотя бы тот шестик, который вы будете ставить на свой удильник. Потому что когда происходит подсечка, то получается, что сторожок является своеобразным, вот видите, продолжением хлыстика. Что очень хорошо сказывается на подсечке. В том смысле, то, что если у вас леска, допустим, стоит 208, и вы в азарте битвы произвели очень сильную подсечку, то шестик в кубе с мягким достаточно сторожком сможет очень как-то плавно загрузить вашу леску и не оторвать ее при подсечке. Также такая снасть способствует очень хорошему гашению рывков крупной рыбы. То есть, когда у вас, когда вы произвели подсечку, там, допустим, вывели немножко, там, полтора метра лески, рыбу у вас снова забрала, то вы можете еще отдать в рыбе какое-то время немного походить прямо вот на снасти. То есть, как бы слабина лески будет полностью компенсироваться за счет упругости всей вот этой вот оснастки. Вторая сторона медали – это недостаточная сила подсечки при такой снасти. Но все это компенсируется остротой крючков, поэтому крючки свои проверяйте, и все будет отлично. На моей практике уже было несколько случаев, когда я подсекал рыбу, и она засекала за самый краешек, и я не порвал губу. Я не порвал губу, я смог вывести рыбу, рыбу достаточно нормальную. Все это вы сможете увидеть в моих видео, если будете их внимательно смотреть. Теперь, собственно говоря, начинаем разбирать инструменты и материалы, которые нам понадобятся, и приступаем к изготовлению. Итак, что нам потребуется для изготовления этого сторожка? Нам потребуется гитарная струна диаметром 0,2 мм. Дальше нам потребуется сам карбоновый хлыст, из которого мы будем вытачивать сторожок. Дальше нам будет нужна термоусадочная трубка, толстая, для того, чтобы сделать коннектор. Термоусадочная трубка, тонкая, для того, чтобы сделать пропускные кольца на нашем сторожке. Кембрики. Толстый кембрик, жесткий, для коннектора. Также тонкий кембрик, жесткий, для того, чтобы сделать канал, в который мы будем пропускать леску. Такой же тонкий, но жесткий кембрик, для того, чтобы сделать пропускные кольца. Игла. Суперклей. Также нужен будет лоресентный лак, для того, чтобы сделать кончик нашего сторожка. Значит, ссылку на отхилаки я вам оставлю, потому что сам очень долго искал. Изолента. Для чего она будет нужна, я вам расскажу позднее. Плоскогубцы, для того, чтобы загнуть колечко сторожка. И шкурка. В данном случае я использую старые шлифовальные круги. Ну и, соответственно, дрель. Потому что с ее помощью мы будем задавать изначальную форму нашего сторожка. По размерам в комлевой части сторожок идет шириной 3,8 мм. На кончике сторожок идет шириной примерно 1 мм. Толщину сторожка мы будем подбирать конкретно по мормышке. Строй у этого сторожка очень быстрый. И он необычный, потому что тут идет тройной конус. И можно будет даже перегружать сторожок. В этом случае сторожок будет выдавать очень четкую и очень размеренную игру. Общая длина сторожка составляет 250 мм. Нам надо будет на нашей заготовке отмерить, во-первых, изначальную ширину. То есть это 3,8 мм. И отмерить длину 250 мм. И затем отрезать это все дело. И продолжить изготовление. Ну вот, наша заготовка зажата в дрели. И теперь наша задача взять шкурку и обточить на ровный конус нашу заготовку. Значит, шкурка берется, огибается вот так. Берется плотно пальцами. И такого плотного прижатия шкурки хватает на один проход. То есть потом шкурка начинает нагреваться и руку надо освобождать. Вот мы с вами и выточили наш будущий сторожок. Вот так вот он выглядит. Достаточно острый такой конус. Здесь у нас идет миллиметр. Здесь у нас, как и оставалось, 3,8 мм. Теперь наша задача будет вручную обточить этот сторожок. Мы переместились сейчас за стол. И теперь начинается, наверное, самая долгая и самая нудная часть изготовления этого сторожка. Нам понадобится либо вот такой вот брусок с наклеенной наждачной бумагой. Либо вы можете взять наждачку на жесткой основе. Я правша, поэтому левой рукой я жестко фиксирую сторожок и начинаю задавать ему первую грань. И сейчас, как вы можете увидеть, у нас начинает получаться и вырисовываться первая его грань. Как только первая грань у нас готова, хотя бы чуть-чуть, мы можем сразу же перевернуть сторожок, положить его на эту грань. И, соответственно, начать обрабатывать уже противоположную часть. Да, кстати, друзья, чуть не забыл. Значит, после обработки сторожка с помощью дрели остается достаточно большая кучка этой карбоновой пыли. Значит, я ее беру и помещаю ее в масленку с вот таким вот бытовым маслом. И у меня в итоге получается карбоновая смазка. Очень хорошая штука. Применяю ее для того, чтобы смазывать, значит, удильник, ось удильника, для того, чтобы у меня было максимально хорошее скольжение по оси. Сейчас я уже выточил, получается, сторожок. И он у меня сейчас задает вот такой вот изгиб. То есть, изгиб идет равномерный. В принципе, те, кто любит сопливые кивки, могут оставить такой сторожок именно в таком виде и продолжить его дальше оснащать. Но мы с вами пойдем немного по другому пути и сделаем сторожок универсальный. Как вы увидели в моих видео, значит, у меня у сторожка работала только первая примерно треть. Остальная часть сторожка лишь частично подхватывала те колебания, которые я задавал для мормушки. Как это сделать? Делается это очень просто. Берем кусок изоленты и примерно на одной трети сторожок наш вот так вот прихватываем. Вот таким образом. Все, теперь нам необходимо будет взять снова наш брусок и вот эту вот часть, оставшуюся, тонкую, еще несколько раз сточить. И уже потом мы будем подвешивать, значит, контрвес и дотачивать его до необходимой кондиции. До того, чтобы у нас сторожок начал уже прям хорошо отыгрывать минимальный вес мормушки. Не пренебрегайте, пожалуйста, уборкой на рабочем месте, потому что карбон крайне плохо оттирается. Поработали, почистили. Так, ну вот у нас есть упор из изоленты. И теперь аккуратными движениями, буквально по чуть-чуть, мы начинаем стачивать самую переднюю часть сторожка. То есть вот такими движениями. Но для того, чтобы не переборщить с заточкой, нам нужен контрвес. И сейчас мы его с вами установим. Сверху камера как бы не особо передает, Ну а сбоку я могу видеть определенный изгиб и ту часть, которую мне надо сточить. И примерно сколько надо сточить. Ну а вам, так как вы будете вытачивать такой кивок сторожок в первый раз, то я бы посоветовал делать примерно по 3-4 прохода шкуркой с одной стороны, 3-4 с другой стороны. И точно так же подвешивать и смотреть. Итак, друзья, после окончательной доработки, наш строй гивка выглядит примерно следующим образом. То есть в работу у нас будет включаться первая треть, дальше вторая треть у нас будет слегка подыгрывать, то есть частично гасить определенные поразительные колебания нашей руки при трессе. Ну и комлевая часть сторожка будет плавно переходить в наш шестик удильника. Сейчас, когда тело сторожка у нас полностью выточено, видите, какое получилось? Тоненькое и достаточно широкое. Нам надо из гитарной струны сделать выходное отверстие для нашего сторожка. Делается это очень просто, с помощью обычной иглы. Вот так вот размещаем проволоку и подгибаем ее вот таким образом. И теперь на один раз закручиваем. Вот у нас получилась вот такая петля. Теперь берем плоскогубцы, зажимаем эту петельку и аккуратно все это дело выправляем. Петелька у нас сейчас получилась. Все, теперь зажимаем все это дело плоскогубцами и откручиваем излишки. маленькая петелька у нас получилась. Теперь наша задача установить ее на наш кивок. Значит, делается это очень просто. На кончик нашего сторожка обертывается изолента и зажимается. В данном случае я зажал ее в тисках для изготовления мушек, но вы можете зажать его в медицинском зажиме. Все, теперь мы фиксируем ниточку, берем петельку, прикладываем ее к нашему сторожку и обматываем ниткой. вот примерно так это выглядит. но вы можете пойти по более простому пути и положить сторожок на дощечку сверху, отцентровать петельку и капнуть сюда небольшое количество суперклея. но я решил пойти по такому пути, потому что я считаю, что фиксация петельки должна быть все-таки чуть более надежной, поэтому я наложил несколько витков нити. и сейчас в это же место с использованием иголки я наношу немножко суперклея. приступаем с вами к финальной части сборки сторожка и сейчас нам надо будет его покрасить. красить я его буду специальной рыбацкой краской флуоресцентной, красить буду не кисточкой, а красить буду я его иглой. потому что так получается гораздо аккуратнее. наношу небольшую каплю краски на иглу и распределяю ее равномерно по той части, которую мы с вами фиксировали нитью. вот что у нас получилось после покраски. желтая основа у нас подсохла. теперь нам надо взять красную красочку и сделать вершинку красного цвета. тоже так же иглой тоже очень аккуратно. кончик старожка у нас уже полностью подсох. теперь нам надо сделать будет коннектор, то есть ту часть, которая будет присоединяться к нашему удилищу. значит я взял достаточно жесткие тембрики, которые подходят под мой хлыстик. то есть вот так вот они налазят на него. и теперь размещаю этот кемрик на комле вот таким образом. то есть чтобы у меня за пределы старожка выходила еще небольшая часть. с помощью суперклея я все это дело приклеиваю. вот так вот очень аккуратно все это дело у нас получается. беру также суперклей и покрываю верхнюю часть кембрика, которая находится на комле и потом аккуратно помещаю на него сверху кембрик который послужит у нас каналом для лески. вот таким образом прижимаю и немного жду когда подсохнет клей. практически коннектор у нас готов. сейчас надо сделать завершающий шаг для укрепления всей этой конструкции. мы берем термоусадочную трубку прикладываем ее к сторожку и сейчас наша задача чтобы термоусадочная трубка заканчивалась у нас примерно тут и выходила немного за пределы сторожка. Мы засовываем в термоусадку весь наш сторожок дальше высовываем за его пределы получается кембрик в который будет входить холостик и кембрик канал лески разогреваем чайник с водой все это дело обливаем кипятком и все это садится вот после обливания кипятком у нас получился вот такой очень аккуратный коннектор и теперь наша задача проколоть отверстие тут очень хорошо видно канал для лески наша задача проколоть дырочку в этой термоусадке через которую у нас впоследствии будет проходить леска все это прокалывается очень легко вот таким образом теперь нам надо взять снова кембрик жесткий и сделать первое пропускное колечко для лески я отрезаю небольшой кембрик миллиметра примерно три длиной дальше беру тонкую термоусадочную трубку и отрезаю так же примерно три миллиметра затем одеваю термоусадку на сторожок затем просовываю кембрик в термоусадку вот у нас получилось первое пропускное колечко и его я сдвигаю к комлевой части вот таким нехитрым образом все это стопорится очень жестко то есть отсюда уже наше пропускное колечко никуда не денется потому что здесь оно зафиксировано очень хорошо на рыбалке стоит иметь с собой небольшой отрезок такого кембрика и термоусадки для того чтобы в случае какой-то форс-мажорной ситуации можно было заменить данное колечко нам необходимо еще парочка отрезков термоусадки небольших тоже примерно где-то по 2 мм их мы также размещаем на нашем сторожке вот примерно так чтобы сторожок у нас был равномерно огружен и сейчас надо будет эти места облить кипятком для того чтобы термоусадка села и у нас получились достаточно такие аккуратные кембрики для пропускания лески ну вот собственно и все дорогие друзья кембрики у нас сели под действием кипятка значит хотел еще рассказать про лак который использую лак я покупал на мазу лак рыболовный флуоресцентный желтый и красненький вот такие вот лаки достаточно хорошие яркие ссылку на них оставлю внизу в описании ну а сейчас друзья давайте посмотрим как себя покажет этот сторожок под весом мормышек значит мормышка весом 0,23 грамма подвешиваем вот такой плавный изгиб дальше мормышка весом 0,30 грамма вот такой изгиб чертик весом 0,4 грамма вот такой качественный изгиб чертик весом 0,57 грамма вот такой изгиб вот такой изгиб позволит делать прямо обалденный размеренный кач который так любит лещ уважаемые друзья рыболовы видео по изготовлению моего карбонового сторожка подошло к своему завершению если у вас остались какие-то вопросы пожалуйста пишите внизу в комментариях постараюсь на них на всех ответить но у меня на этом все и увидимся с вами в следующих видео шууууу